Буквально неделю назад журнал «Новое время» опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Безусловно, среди них и наши известные политики. Если вы думаете, что на их состояние как-то повлияла война в Украине, то вы ошибаетесь. Эти люди богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Состояние только одной сотни богатых людей могло бы погасить половину госдолга Украины, а это почти 75 миллиардов долларов США. Виллы, элитные дома, дорогая земля и автомобили – все вот это у них есть не только в Украине. Это вам не 40 лет на однушку в Одессе копить. Проект декларации обнародовал список тех депутатов Верховной Рады, которые официально показали свое зарубежное жилье и не на окраинах, заметьте. Казалось бы, нашим депутатам нужно принимать ключевые для жизни страны решения. А они вот так вот просто покупают себе дома на лазурном побережье Франции и на золотых песках Испании. Рекордсменом по количеству зарубежной недвижимости оказался народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский. У него 6 гектаров земли и 5 квартир общей площадью почти в 1000 квадратных метров. Не где-нибудь, а в самой России. Там же ему принадлежит недостроенный жилой дом, неизвестная площадь, нежилое помещение в 450 метров и гараж. Но и гараж слишком большой – 79 квадратных метров. В этой же стране есть и квартира у жены председателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко в 220 метров и паркинг. А вот жена и дочь нардепа Ярослава Дубневича владеют в Латвии торгово-офисным зданием в почти 500 квадратов и 15 сотками земли. У скандального парламентария Борислава Розенблата в Германии, к примеру, есть 16 соток земли и дом на 270 квадратных метров. Собственный дом площадью 455 квадратных метров имеет в Испании и нардеп Александр Гирега. А вот его коллеги Евгений Рыбчинский и Максим Ефимов отдают, в свою очередь, предпочтение Соединенным Штатам Америки. Первый задекларировал там 450-метровый дом на праве пользования жены, а второй обладает 279-метровой квартирой и еще одна 117 метров находится в процессе строительства. Жена нардепа Руслана Демчака уже, к примеру, три года подряд арендует в Великобритании дом в 355 квадратных метров. В целом, уже за прошлый год парламентарии указали в своих декларации 55 объектов недвижимости в 15 зарубежных странах. То есть, по факту, бедные государства Украины, но с элитным жильем за рубежом. И что самое парадоксальное в этом, это то, что от покупки зарубежного имущества нашими депутатами и чиновниками в государственный бюджет Украины не поступает ни копейки денег. То есть, ежегодно зарубежные партнеры вливают в экономику нашей страны миллиарды евро, а они каким-то нехитрым способом оказываются в безразмерных карманах нашей политической элиты и абсолютно бесконтрольно выводятся из Украины. Вот такое у нас денежное перекатиполе. Спасибо.